Если футбол не самый популярный вид спорта в мире, то точно один из. И сегодня мы будем разговаривать о том, как обстоят дела с мини-футболом и футболом в нашем регионе. А моими собеседниками сегодня будут председатель Федерации футбола в Ненецком автономном округе Игорь Лузгин и тренер сборной Ненецкого автономного округа Виктор Шатыла. Здравствуйте. 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 Ребята, подходит к концу регулярный чемпионат Ненецкого автономного округа по мини-футболу. И многие все еще не знают, по какой системе и как он проходит. Вот есть первая лига и вторая лига. Как давно вы работаете по этой системе и как она вообще в принципе выглядит? Ну, первая и вторая лига это, скажем, условно. На самом деле соревнования проходят чемпионат округа по мини-футболу, где играет восемь сильнейших команд в два круга. То есть каждый с каждым встречается дважды. И первенство. В первенстве играют шесть команд. Там могут принять участие все желающие. То есть команды-новички, ну и абсолютно любые другие сборные команды. Уже на протяжении четырех лет мы разделили команды по лигам, потому что уровень команд стал меняться. Некоторые команды вырываются вперед, растут. И естественно сильным командам уже неинтересно играть со слабыми. То есть уже общим решением было принято разделиться на две лиги. Тем самым как бы уровень сильнейших команд растет, потому что все время соревнуются с сильными. Ну и для слабых команд тоже интересно сопротивление. То есть они тоже потихонечку подтягиваются. Ну, по этому году у нас, значит, восемь команд, еще раз уточню, играют в чемпионате. Вот на сегодняшний день осталось два тура до конца. Единственное, что можно отметить, что первое место вот уже за два тура заняла команда «Искатели» с отрывом в 9 очков. А вот борьба за второе и третье место продолжается. И в этом году уже шесть команд претендуют именно за второе и третье место. Это тоже такая неожиданность была в этого года. Если раньше было уже три команды, например, «Искатели», «Спартак» и «Норд», то в этом году добавились «Динамо», «Нефтяник» и вот новичок турнира «Команда Олимпия». Это молодежь, которая вернулась с армии, с институтов. Они занимались раньше одним возрастом. В этом году они все собрались опять в свою старую команду и показывают довольно-таки неплохие результаты. На сегодняшний день они также претендуют на третье место. Турнир интересный. По второй лиге у нас остался тоже один тур. И тут тоже только известно первое место. Это Дюша-поселка «Искатели» стали победителями. А вот борьба за второе и третье место продолжается между командами КПЗ, «Зодиак» и «Зер Юнайтед». Это все решится в последнем туре. Тоже довольно-таки интересные соревнования получились по этому году. А вот кого можно из команд отметить? Какие, может быть, сюрпризы были преподнесены в этом чемпионате? Команды-новички как-то вышли неожиданно вперед и переиграли. Каких-то команд-лидеров? Ну вот неожиданность опять же была. Отмечу, что команда «Олимпия» неожиданно ворвалась сразу же с первого сезона, так скажем, в лидеры. Вот по итогам, если первого круга, так же неожиданно заканчивалась игра «Спартак-Динамо». То есть «Динамо» обыграла в упорной борьбе «Спартак». Также был неожиданным счетом 6-7, что «Нефтяник» тоже обыграл команду «Спартак». Тоже с минимальным преимуществом, но тем не менее эти команды, вот победив «Спартак», тоже заявили заявку, так скажем, дали на призовые места. Ну «Олимпия», в принципе, там все ребята, поигравшие раньше, просто они уезжали кто-то учиться, кто-то служил в армии, вернулись, обратно собрались. Я так думаю, что довольно-таки крепкий у них коллектив. Ну, раньше играли вместе, поэтому им не составило сложности, они тренируются в зале, в поселке «Искатели», и поэтому прилично довольны, как и выступают. Да, настроились серьезно, так скажем, поставили задачи, и в принципе они довольно-таки успешно выступили. А как проходили игры, наверное, можно назвать даже дерби, между командами «Искателей» и «Спартак?» Идет регулярная между ними конкуренция, и как вот в этом чемпионате они показывали себя? Ну вот если взять первый круг, то в первом круге «Искатели» обыграли «Спартак» уверенно, со счетом 10-4, тем самым заложив себе преимущество в очках. И во втором матче уже команда «Искателей» вышла не с таким настроем, как в первой, и тем самым игра получилась интересной. Там «Спартак» в течение всего матча выигрывал с отрывом в три мяча, и «Искатели», видимо, на опыте все-таки вывели, на последних секундах вырвали победу со счетом 9-8. То есть игра была очень интересная, было много зрителей, всем понравилось, и все бы, конечно, хотели больше таких матчей. Ну тут может быть, что не то, что первую игру они выиграли с большим отрывом. Может быть, в зависимости от подготовки футболистов, от физического состояния. А так, я так думаю, даже видно будет, что всегда начинается она такая очень упорная и долгая борьба. Потом кто-то, может быть, психологически уступает, и начинается отрыв в счете, поэтому так. А так всегда эти две команды, скажем так, не жалеют друг друга. В нашем округе уже были футболисты, которые смогли повыступать в высшей лиге, так скажем, на уровне России, в других регионах. Вот вы как эксперты, специалисты, вы занимаетесь тренерской деятельностью. Уже есть ребята, которые подают тоже такие надежды, и, может, в скором будущем их заберут в другие клубы, или, может быть, когда будут они учиться, будут выступать за другие команды? Или у нас на другом уровне футбол? Нет, футбол-то у нас как раз не футбол, а мини-футбол на хорошем уровне. И ребята, выступая на соревнованиях, даже на нашем проекте «Мини-футбол-школа», в принципе, им уже даются заранее. Вот они еще, например, в девятом, в десятом классе учатся, и им уже предлагают варианты. У нас, в принципе, раньше у нас поступали предложения с Коми. Туда, собственно говоря, у нас и уехал Алёхин Алексеев и проиграл там четыре года в Ухте на уровне высшей лиги. Потом ездил в Ямале и играл. Сейчас у нас предложение есть с Санкт-Петербурга. Тоже ребятам предлагают сразу поступить в университет и играть за местные команды. В принципе, такие предложения поступают нам регулярно. И ребята, которые желают дальше продолжить, ну, как правило, они, в принципе, все где-то дальше играют, они принимают решения. Ну, или сами выбирают институты, при которых играют команды, дальше продолжают играть в «Мини-футбол». «Мини-футбол-школу» набрал большую популярность уже по всей России, в принципе. И в прошлом году было выступление команды сборной, не сборной, нау, прошу прощения, шестой школы. Правильно? Прошу на «Искательский». Выступали не только, значит, было два возраста «Искательских» и два возраста было четвертой школы. То есть мы, в принципе, по всем четырем возрастам команды победителей наших отборочных соревнований принимали участие. Единственное, что команда «Посёлка Искателей» выиграла неожиданно «Северо-Запад» и очень успешно выступили на России, заняв второе место. И дополню вопрос, что же случилось в этом году? В этом году ряд факторов. Значит, начнём с того, что нам не повезло в этом году с таблицей. То есть поясню, почему. На «Северо-Западе» играет 10 чемпионов «Северо-Запада». Они делятся на две группы по пять команд. Значит, эти отборочные соревнования в каждой группе идут в три игровых дня. Но одна из команд, она играет два дня по две игры. И вот в этом году нам, к сожалению, в два возраста попало именно играть в этих условиях. Эти условия заведомо ставят команду в положение в такое, что ты во второй день играешь вторую игру, а против тебя команда выходит свежая абсолютно. А по итогам турнира это у тебя уже четвёртая игра. Команда играет против тебя ещё третья, и она гораздо более отдохнувшая, так скажем. И вот она, наверное, из-за этого всё и сложилась. И психологически было сложно, потому что нужно было оставить силы и на второй матч, то есть и не выложиться на первом. И в итоге получилось, что уступили, конечно, с минимальным счётом, там в один мяч, но из группы выйти не смогли. Одно из основных, конечно, но опять же ещё, что год, поясню, каждый год, год меняется. То есть если мы в прошлом году выиграли по возрасту 98-99, то в этом году эта команда делится на две. То есть 98-97 — это старшая возрастная группа, 99 остаются в группе с двухтысячными. То есть, в принципе, эта команда уже разделяется на две. То есть опять это уже две разных абсолютно команды. Но это также один из ключевых факторов, что этот костяк был всё-таки у нас разделён на две команды и не получилось выступить так, как в прошлом году. Вот следующий вопрос у меня адресован к Игорю. Команды часто задают вопросы, и вот сами игроки, как работает Федерация в плане поисков спонсоров? То есть какие сейчас призы получают победители чемпионата? И, может быть, была бы возможность как-то увеличить призовой фонд, допустим, в плане экипировки или выезды на сборы команды победителя, чтобы стимулировало ребят для дальнейшего роста и развития футбола в округе? Ну, в первую очередь, победители получают кубок, медали, грамоты, все три призовых места, но это всё в рамках проводящей организации, департамента или комитета по спорту у нас. Но всё остальное зависит от добровольных пожертвований граждан или организаций, как говорится, это всё прописано в уставе. Но со многими организациями мы стараемся работать, встречаемся, проводим беседы или пишем письма, допустим, перед соревнованиями, началом или после соревнований. То есть в течение года стараемся пообщаться или с теми, или с иными представителями компаний, нефтяных или других компаний, или частными предпринимателями. Ну, в общем, работа ведётся, потому что даже если брать результаты прошлогодних лет у нас удачно проводился кубок Наринмарнефтегаза, несколько лет подряд мы проводили. После этого работали с компанией «Версайм» очень удачно, они нам много раз помогали вывозить ребятишек на различные соревнования. Ну и также кубок «Версайм» мы проводили, посвящённый Дню Победы, это проходило в майские праздники, приглашались команды из другого региона. То есть вполне хорошо, вполне даже удачно, скажем так, всё это выглядело. На высшем уровне были и хорошие призы, и хорошая тёплая встреча, и команды, которые приезжали, проживали у нас. Даже были организованы экскурсии по городу, скажем так, по историческим местам. В общем и целом, я говорю, что работа ведётся, поэтому мы надеемся всегда на понимание той или иной компании. Конечно, это было бы неплохо, просто без этого, ну никак, наверное, нельзя, чтобы, допустим, даже команда выезжала на сборы, и помимо бюджетных средств, какие-то внебюджетные средства вливались на поддержание команды. Я вижу в этом тоже хороший плюс. Я ещё добавлю, что как раз, в принципе, у нас на базе команды победителей формируется сборная команда НАО, которая едет на сборы и потом принимает участие на Кубке Северо-Запада. То есть, в принципе, это и есть тему, ради которого все и борются. Спасибо вам за интереснейшую беседу. Я напоминаю, что со мной в студии сегодня были председатель Федерации футбола в Ниньском автономном округе Игорь Лузгин и тренер сборной Ниньского автономного округа по футболу Виктор Шатыло. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!